Утешителю души истинны, И живи везде сны, И вся исполняя сокровища благих, И в жизни подателю Приди в силе сябли, И отчастины от всяких скверных, И спасти блажь души наши. Создатель наш Господь и Бог, Мы просим Твоего благословения на эти занятия. Очисти сердце от всего наносного, Мерского, ненужного, Дабы на чистое поле были посеяны чистые семена, И дали добрый, чистый плод. И от Василия не покинь. Смири его сердце. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Как удивительно, Уже не первый раз мы сегодня Имеем одинаковое занятие, Тему занятий и сегодняшнее чтение, О чем сегодня батюшка говорит о проповедь. Больше в Слову Божию никуда не уклоняйтесь. Нас просили на прошлом занятии, Давайте продолжим. На прошлом занятии мы закончили чтение Толкования на 36 стих Первого послания апостола Павла Коринфянам 7 глава. Его еще раз почтем и дальше читать будем. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, Чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, То пусть делает, как хочет. Не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Вот 36 стих. Вот когда ты с Калавак прочитаешь, Как будто ее никто и не спрашивает, Выходить, не выходить. Кто свое, у тебя родилась дочь. И ты хочешь, чтобы не выходила, Ты за нее решаешь. Ее вообще во внимание даже не берут. Как это так? Ну, смысл такой заложим. Он бы сказал, какая девушка не хочет выходить замуж, Пусть не выходит. Прочитай снова. Вообще, до того удивительно это. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, Чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, То пусть делает, как хочет. Не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. А если согрешит так поступает? Речь идет о моих ощущениях. А об отце? А не о ней? Да. Поступок-то зависит уже, как бы, воля. Тут просто говорится о том, что дети, В том числе и дочери, они послушны отцам своим. Отец будет распоряжаться их судьбой, как бы, в этом плане. Я хотел сказать, что института работы для девиц в то время, в те времена, его не было. Это сейчас компьютеры есть. Говорят, пишущие машинки. Впервые начали набор в девятнадцатом веке на пишущие машинки. И сразу Америка продвинулась, эмансипация и так далее. У женщин работы они стали получать больше, чем некоторые фермеры. Передача идет. А тогда не было этого. И поэтому она откуда питалась? Со стола отца. Ну, это как сейчас у мусульман почти что. Ну, немножко не так. Это было в языческих государствах. Хоть там и там был и разврат, и так далее. А старты там вспоминали мы все. Но все-таки нравственность какой-то уровень все равно был. И поэтому руководили. Это даже не только у христиан было. Это и в других семьях было. Но тут, конечно, я так понимаю, что идет о христианских. Толкование бывает. Так не только это было в тех языческих государствах. Это было в православном и совсем совсем недавно. Маму мою выдали замуж, потому что семья была. Одни девки были у деда, у моего, в семье. Работников-то не было. Некому было помогать-то. Нахлебников-то много было. Их надо было освободиться от этого рта лишнего. И выдали замуж практически насильно. Это было не только в языческих государствах. Толкование. У меня мама. Говорите. Разрешу, да? Говорите. Моя мама. Не надо время, говори. Ну, пусть скажет. Ну, дали слово, пусть говори. Не надо. Не-не-не-не. Все, все. Так, больше не давай слово. Не надо. Это игра. Не надо. Если кто говорит, будучи действительно немощен по душе, почитает бесчестным оставить девой свою дочь, особенно если она перешла в зрелый возраст, то пусть говорит, и так будет. Как же? Пусть делает, как хочет. То есть, если хочет отдать ее замуж, пусть отдает, ибо не согрешит. Однако лучше блюсти деву, как говорит далее. Ну, удивительно. Ну, это непонятно вообще. Ну, батюшка сегодня на эту тему читал проповедь Златоуста. А в Довицах он читал. Ну, в Довицах и упоминалось об этом же. Ну, вот когда читаешь жития святых. А в Девстве тоже. В житиях святых. То отец решал в одном направлении. Выдать непременно замуж. Выдать и иметь потомство. Аминь. О том, что я хочу, и дочь моя, чтобы не выходила, я даже не могу припомнить жития святых. Вот наоборот. Наоборот. Видишь как? И притом христиан не всеми хотят. Давай дальше. Нет у нас этого. 37-38 стихи. Но кто непокоребимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою условия, но будучи властен своей воли, и решился в сердце своем соблюдать свою Деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою Девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Можно вопрос? Да. Здесь мы видим по Священному Писанию, апостол Павел говорит об отце, который может распоряжаться своим чадом, которого он родил, которого воспитал и кормил. Я тебе хочу вопрос задать, как, но этого мы не видим сейчас, просто мы все решили уже, осознали, мы вообще такого понятия не имеем. Обычно только одно, чтобы вышли замуж, а чтобы мужчина стал хорошим наследником и так далее. Это только об этом все взывают. Редко, когда там бывает, что отец сказал, да, давайте там, ну, знаем, первое царство, когда Анна, но она давала обет, у нее вообще детей не было. А потом-то были двое, они уже не пошли, она уже их не отдала во пророки, как Самуила. И мы, я хотел вопрос задать, вот то, что, вот именно не по Слову Божьему, не по Евангелию, не по Новому Завету стали поступать, а начали ждать необыкновенной любви к Господу и уходить в монастыри, это как-то повлияло на развитие вообще евангельского христианства? Как исполнение законов именно Христа на наше сегодняшнее положение? У кого есть ответ на вопрос, поставленный братом? Девство, оно и ухождение в монастырь. Ну, тут про девство говорится, тут все о девстве, так что ты, что вопрос задавать? Ну, монастырь, это... Ну, монастырь, это же девство. Нет, девство. Девство, это девство, а монастырь, это монастырь. В монастыре уже появились уставы, уставы появились, мы видим даже не евангельские, и тем более надо было молчать и сидеть, а не ходить и говорить. То есть, началось-то все правильно, с девства окончилось. антихристианским поведение. А это повлияло на то, что и мусульмане появились, которые арабские страны не знали истинного Бога. В результате они приобрели то, что приобрели. понимание у них христианского, православного, так и не появилось. Сейчас ничего за ним слышу, как то ли не кормили его. Не было на обеде. На обеде не было у меня. Ну ладно, тогда сиди. Дело в том, что сегодня все, до патриарха, до президента, говорят, демографическая катастрофа. Убывает население по миллионам в год. И нужно, чтобы рожали, рожали, рожали. А они только ржут, они рожают. А почему? Почему тогда говорили об этом? Вопрос не стоял. Но тогда можно было проверить, если все в монастыри, монастыри, откуда же они из монастыря будут рожать? А когда сейчас все везде мусульмане захватили, рисуют, поезд идет, поезд из Москвы, Санкт-Петербург, полностью забитый, в окна выглядывают, на подложке по 50 человек висит, и все эти южные народы, это они в Петербург едут. Везде и всюду. Можно было вперед-то предвидеть, чем это кончится-то? Или тогда сегодня не надо уже менять тактику, никто ей не давал права менять. На первом месте должно быть не выходить замуж. В общем, там есть небо. А их больше нас никакой не должно даже волновать. Больше, меньше. Тебе дано право спасать свою душу и другим сказать о спасении. А давайте сейчас каждая должна женщина рожать 9 ребятишек, 8, каждая. Во-первых, она не будет рожать, а во-вторых, это она не поставлена в обязанность для Бога. Вот что заложено здесь. И Павел, конечно, он предвидел, если так не будут рожать, тогда что? В первую очередь к еврейскому народу, к римлянам, высчезнет нация. Но ничего не бывало. А которая замуж хочет, поэтому отец ей выдавал, что она была в хороших отношениях с отцом, его на нее это не накладывал, это была хорошая жена. Это отбор был. Ася такая стервозная, он говорит, когда ты выйдешь замуж, а ты у отца поперек ходишь все время. И раньше отец когда отдавал ее, он брал плетку и передавал мужу. Вот, я тебе вместе с дочерью передаю плетку. Дальше продолжаю щитить. Это непокорная скотинка нуждалась в хорошей руке хозяина, погонщика. И так оно и было. А почему так называешь? Ну как скот был я пред тобой, Давид говорит. Не я это говорю. Давид это знал. Она бывала иногда, выходила из подчинения свое, о, как унизился перед служанками, плясал в одних почтальниках-то. Давид нашел, что сказать-то. Да, унизился перед Богом. И меня Бог предпочел, а не вас. Твой дом отца исчез, а ты меня еще учишь. И Бог затворил речи него, больше она не рожала. Это страшное поражение было. Вот как. Вот она покажет, православный батюшка. А они откуда-то с юга оттуда там. Я не знаю, кто она, азербайджанка или туркменка. И он такую матушку взял. Я, говорит, когда женился, а как? Ну я вернулся, мне сказали жениться. Ну а матушку видел, нет, не видел. Говорит, ее показали мне, я женился. Он сейчас священник. Тогда он был мусульманин. И у нее здесь дочь, я не знаю, две это его, там еще какие есть. И вот они, которая постарше, она все ухаживает, подает, я должна быть хорошей хозяйкой. Маленькая вот такая сидит, шьет на машинке, она шьет русспошонотки девочкам. Она говорит о замужестве. Интервью дает, она замужество, замужество. Ее, несмотря на то, что она православная, в ней сохранился тот запах. Из них в монастыри не пойдут, это совсем уж какая потерянная. И он об этом и говорит. Назначение женщины рожать и воспитывать. Но этого нету. Раз нету, значит, не надо надумывать. Вот где закон. Веди ее к закону Божию. Это закон. Во имя Христа. А не потому, что ты некрасивый, тебя за тебя никто не взял. Она из смирепея теперь. К 30-ти годам не вышла. В 40-х никто замуж не берет. Она смирепая Мегерра. Я мужчин, я ненавижу, я презираю, я стерва. И ничего с ней не сделаешь. Вот хороший фильм есть такой, вечный зов был раньше. И такой вот кадр, когда она его ждет, сказали, его видели где-то в вагонах, он без ноги. И как она увидит его? И как он этих подбирается, руками упирается об землю, катится, она за ним. И потом упала на плечи, она сама говорила, я такая стерва была, я такая. И просит прощения. И вот артист какой, играть не знаю, как он смотришь, как заплакал. Это вообще. Мировой кадр, его отдельно сейчас вырывает и показывает. Она на плече у него рыдает. Она изменяла ему все, он знал, Кирьян этот. А теперь он с фронта приехал без ноги и домой не идет, а теперь где-то. Он узнал, что она такая-то. И она узнала. И теперь выучился на бухгалтер, но сидит у него ног-то нет. И такой важный сидит за столом. фильм, но какой он хороший. Он прямо патриотический. И из него многое-многое можно взять. Я бы почти ся мог показать, где надо учиться на таких фильмах. Ну что советские? Я не коммунист, но реально, так ведь? Есть там очень хорошие. Выбрасывайте вместе с водой владельца-то. Да. Так что спрашивать нечего. Пошли дальше. Толкование. Заметь, как сначала удивляется тому, кто соблюдает свою деву, называет его твердым, истоким, и делающим свое дело с рассуждением, и говорит, непоколебимо, тверд в сердце. Значит, кто выдает свою девицу замуж, тот не тверд. Словами, не будучи стесняем, нуждой, показывает то, что отец имеет власть дать дочери своей мужа, и никто не может принудить его не отдавать ее замуж. Итак, честь ему, если оставляет дочь свою незамужнюю, поэтому и выхваляет его апостол, ибо хорошо говорит, поступает. Но и тот, кто выдает свою дочь замуж, также хорошо поступает, ибо выдать замуж не грех, и все, что не грех, добро. Но гораздо лучше не выдавать замуж, ибо это совершенство в добром. Вот, смотрите, вопрос еще, я хочу сказать. У мужчины так, если лучше, говорит, жениться, чем разжигаться, а почему они так, она точно так же разжигается, она на стенку лезет. Я не могу одна, мне муж нужен, а ее никто не спрашивает. Неправильно это. Я не согласен с Павлом. Но я не женщина, мне не надо будет давать, но я понимаю, ну как, ей не дано, у нее талант быть замужем, ей талант быть прекрасной матерью-героиней, 10 ребятишек, чтобы было. Но отец не разрешает. Как это Павел не учил, я не знаю, я не могу согласиться, но я верующий, я себя ломаю, я соглашаюсь, но делать так не буду, и никому не посоветую. Ее он должен спрашивать, ее, и он должен выбирать. Вот это тут я согласен. Почему она знает свистушка? Он должен смотреть, как подходит породу племени, какой он работник, чтобы не за пьяницу выскочила. У нее жизнь спереди должна быть, поэтому совет должен быть, старейшин, решать. я так думаю, что здесь разговор, вот что пришел, я думаю, все это учитывалось, но просто, как сейчас вопрос задают вот в этой душа, как найти духовного отца, и как правильно подойти к батюшке, чтобы спросить об этом вопросе, об этом, тогда вопрос так не стоял, духовные отцы были, сами апостолы, еще живы были, от апостолов ученики, 70 учеников, не будем забывать, и от всех их были ученики, тогда это было обильно, то есть можно было вопросы ставить прямо перед людьми, которые говорили со Святым Духом чуть ли не в прямую, да и скорее всего в прямую даже, поэтому я думаю, что на это и было упование, расчет на то, что будет, естественно, совет, и этот отец будет спрашивать совет, и скорее всего и дочь что-то у нас совет приведет, и совет будет человека духовного и истинного христианина, и решат все вместе как должно, я так предполагаю, что должно быть. Здравствуйте, Давы и Павла. И этого не вытекает ниоткуда, я просто так говорю. Ну, ты сказал, вот искать духовного отца, и представьте, священник проходит уже 10 лет, и он мне говорит, мне одна сестра такую рану нанесла, а какая? Он говорит, да кто, да Нина. Нина? Да как она могла нанести? Ну, к примеру говорю. Потому что она узнала, что должен быть духовный наставник во всем, везде. И она подошла к батюшке и спрашивает, батюшка, вот такой совет, не посоветуйте, как найти духовного отца. А он-то себя считает духовным отцом, и то другое. Ему это нож в сердце. И он ничего ей не сказал, что он может посоветовать ей уходить куда-то. Не то. А она не по глупости сказала, она видит, уровень у нее такой, что он уже на многие вопросы не отмечает. Я к примеру говорю, к примеру, этого не было. Не было этого. Но так оно более понятно. Батюшка-то, он думал, что все на уровне, но она так подвигла его, что он с этого момента стал таким внимательным ко всем быть. И эту сестру удержал, и больше никто к нему с этим не подходил. Аминь. Вот ее такой вопрос, батюшку прямо на новую ступеньку поднял. Он старался все узнать, больше молиться за эту сестру, с хорошими священниками познакомился, узнать, почему именно так. Из всего нужно здесь полезно. Аллилуйя. Отличный ответ. Да, брат. Ну, а мне кажется, если бы был правильный вход в церковь, то и не надо было бы искать духовных отцов. Они бы самые духовные отцы нарожали детей, они бы... Ты от кого обратился? Я, вот, мой духовный отец. А, Леонидуя. Ну, что мне его искать-то? Да, так. Хорошо. Он меня, отец, должен искать чада своего, обращать благовестие. А, это какой-то нелепый вопрос. А такие нелепые вопросы из-за нелепого вхождения в церковь возникают. Сразу вперед. Сразу раз и вперед. Аминь. Сорок третий, то есть, тридцать девятый сороковой стихи. Жена связана с законом, докори жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Но она блажение, если останется так. По моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Вот, посчитай толкование, а потом порассуждаю. Толкование. Здесь учит о втором браке, и хотя позволяет его, однако блаженнейшую почитает ту, которая не вступает во второй брак. Ибо как девство выше первого брака, так первый брак выше второго. Жена связана с законом. То есть, предостережением закона удерживается от прелюбодеяния, от того, чтобы через соединение с другим при жизни мужа быть прелюбодейкой. Но если умрет муж, она становится свободной от усы закона первого брака и получает разрешение. Только в Господе. Толкование слов только в Господе. То есть, только с целомудрием, с честностью может она вступить во второй брак для произведения и воспитания детей, а не по влечению похоти. Дальше слова по моему совету. По моему совету прибавляет, чтобы ты не почитал этого необходимостью, а только советом. Советом божественным. Думаю, слово думаю. Говорит, и я имею Духа Божия. В этих словах больше смиренно мудрее. Ибо не сказал имею, но думаю, что имею, то есть полагаю, догадываюсь. Да? Вот какой. Он сказал вопрос, что при живом мужа выйдет замуж, прелюбодействует. Все. Ну, говорят, а зачем мне толкование, какие-то предания и прочее. Но жизнь-то показала, что не все здесь заложено. Муж попал в плен и никаких известий нет. Год проходит второй, третий. Она в 18 лет лишилась мужа. Ей уже 23 года. Проходит 6 лет. Нашелся человек, истинно верующий. Все. Она не знает, умер или не умер. И никто не будет не венчать ничего. Она прелюбодейка. И церковь пошла на определенное правило. Что если в течение 7 лет ни одного известия не будет в плену, ей даем это разрешение. Вы кто считали книгу Отеца Арсения? Вот видите. И там есть такая статья Матфей. Он точно так же. И когда он вернулся, она не знаю, она его так любила. Он приходит домой, тут какой-то мужчина, и когда увидел любящую жуну, что с ней дальше было-то? Он только прошептал. А как же я? Я читать не мог, я заплакал. Я читаю, следами захлебываюсь. Представьте, он ее любит, она его любит. Но жизнь такая сложилась, что ни одной известочки он не мог послать. И прошло там лет 8, я разрешил, она за хорошего человека вышла. И приходит домой другой господин. Это у Константина Симонова есть такой рассказ, рассказ стихотворной формы. Он у меня в книге есть записан, может кто не знает, расскажу. Он тоже взяли, любящего мужа, молодой, он был танкист, и обгорели, у него живого нету нигде, он без ноги, и кажется без руки. Но живой остался. И фамилия, он не может и сказать еще, но по ДНК не было. Определили, что именно он. Она его ухаживает, она привезла, считали? Она его приветила, и знать еще не знает. Она же смотрит, а все удивляются, какого мужа она вернула назад, и никто даже не догадывает, что это не муж. А он молчком сидит, и у него все, контужен. И вдруг она в окно видит, муж ее идет, живой. И дальше какая у них встреча, и что он думал, муж, и теперь они живут, конечно, он ее никого, он коллег, он совершенно никакой был. И теперь они уже вдвоем, два мужчины, и она, и все радостные, сидят за столом там, вино подолают. Но это рассказ не составишь. А это жизнь могла быть такое. Вот во всем надо увидеть не конечность. Конечность только в вечности будет. Но теперь поженились. Баба нервная оказалась. Нервная и ревнивая. К вороньему хвосту приравняют, что на столбе сидит на домашнем. Чем кончилось? Она сошла с ума. Он-то один остался. Он ходит в передачу, носит день-два, ей только хуже. Вообще ничего нет, сумасшедшая. Церковь пошла дальше. Сколько лет? Излечимо, неизлечимо. Он приходит раз за разом. С кем я буду жить-то? Ну вот, Джейнер, видели? Она маньяшка сидит, у него там запечатанная. Он эту-то хотел взять, но она говорит, нельзя. Он опять к ней, нельзя это, нельзя закон не разрешать при живом муже. Как твердо держалась. Она англиканка. Вот как дело там стоит. И церковь пошла еще на одну уступку. Что если она сумасшедшая, или он сумасшедший, и столько-то лет, и анализы все показывает, он никогда не выйдет. Такой вот растительный образ жизни будет вести. Или бывает, только лежит под капельницей, лежит, и жизни-то нет, у нее уходит все. Церковь пошла еще на одно. По закону, по Павлову, никаких. Погиб он 18 лет, она осталась одна, не погиб, неизвестно, замуж не выходит. Я принял вот этот максимализм. Я не пошел бы никогда на это. Известно, неизвестно. Известно, дело другое. Неизвестно. Я бы не пошел под человеческие законы. Но, кому как дано. И считаю, что церковь здесь пошла очень на рискованный шаг. Видите, как бывает, и он вернулся живо. И бывает, абсолютно безнадежный, психически больной, вдруг выздоравливал. проснулся, как, ну, семь периодов, этот, на ухо-ноцер ходил-то. Бык, все три кресли, вдруг встал, и все увидал, и понял, восславил Бога, и опять одели. ленту, через плечо, иди гуляй, родная. Значит, вот этот, высший накал, его надо сохранять, в оригинале держать. А дальше пошло, характеры не сошлись. Что это за причина? Характеры не сошлись. А она изменила, ну, изменила. Ты можешь оставить ее, оставить. но о том, что ты можешь жениться, так обратно, 10 раз свободно. Свободно не надо удерживать, ты свободен, вот и все. А не то, что ты можешь 10 раз жениться. Этого нет нигде. То есть, у христиан такой высокий, взятый здесь градус, что ни одна планка не достает. Но живем один раз, стоит раздать. Жена, которая, как этот, Степанин, как Б, нажила, там изменила мужу. Я говорю, почему же так не делать это? Запрещать ей по канонам аборт взял, на 10 лет отречен, он говорит, у меня церковь пустая будет, никого не будет. Ах, вот почему. И поэтому, я так думаю, что Блаженный Афипелакт учитывал обстановку в церкви, во всей стране. Если взять по этим нормам, прямо о чем я говорю, нет, у него никого не будет в пастве-то. Вот и весь сказ. Ну, у меня знакомый, батюшка один, очень хороший. Его знакомый, где садим. И вот, Владимир, он приехал, там какой-то город, я маленько могу, вообще-то там не так сказать, но смысл тот. И батюшка там и говорит, у меня столько исповедников сегодня, ты помог мне, батюшка? Он говорит, у нас как-то не принято перед чужим исповедоваться. Ну, я не могу, просто не могу. Ну, вот люди стоят, ну, я тебя знаю, я тебя представлю им, что ты батюшка наш, ну, и надо исповедовать. Мне говорят, до утра приходится. Ну, ладно, батюшка согласился. Кто-то вздохнул, на свои дела пошел, там, я не знаю, что, готовиться к службе или что-то. Батюшка вышел и смотрит паство, так, видите, батюшка ваш, отец и анг сказал мне, что я вас исповедовал. Так, может кто-то против? Да нет, мы рады, батюшка, мы вас слышали, знаем. Но я что скажу вам, мы его не очень рады будете. Кто этот пост не соблюдает и в течение хотя бы года среду, пятницу не соблюдал, я попрошу сразу отойти, я исповедовать не буду их. Все вскакывали. Ну, вы попаститесь, а на следующий год там были, когда на 120 человек, а осталось всего только 30. Ворчат, недовольные, за одежду, пошли. Мужчины стоят, старички. Так, дальше я хочу сказать, кто в городе бреет, я никого исповедовать не буду. Вы пока в городе отрастут, хотя бы месяца три, посмотрите, какая она будет. И тогда может быть у батюшки исповедуйтесь, старики в обмороках, да мы заслужены на фронте, ветераны войны. Это меня не касается. Я сказал, я исповедовать не буду. Ушли, но осталось 4 бабушки, а 120. Ну, дорогие серсты, давайте будем, остальные туда, к дверям, по одному подходить и буду исповедовать. Вот и все. Вы норму-то включите. Вот они на нас нападают. Вот он, Василий, с Сава ушел. Я не могу сказать, что Сава ушел, но такой, какой он есть, он никуда не идет. Ему нужна стряска. И сегодня ему сказали, а я не подчинись. Это твой выбор. Если он говорил, он что-то сюда не придет. Он, как он сказал? Это было на прошлой неделе. Нет, сегодня. Послушайте, было на прошлой неделе, когда вы ему сказали, почему ты тут сидел, холодно. и вы ему сказали, чтобы больше сюда не заходил. Да. В детскую и сюда, чтобы больше не заходил. В детскую, и по чайгарку, и вы не слышали, он стоит и бурчит. А тогда я больше совсем ходить не буду. И он это повторил два раза, но вы оба раза не слышали. Не слышал. Я не слышал. Ну, понимаешь, нет? Тогда я с ним поговорю. Он все равно пришел. Но сегодня он пришел. Я слышала тоже. Слышала. Он позвонит. Я слышала два свидетеля. Я могу этим свидетелем верить? Да, можно. Если он придет, его ворот там задержать. Там я с ним должен перевести переговоры. Я пришла домой и сразу позвонила Людмиле Степановне по тому, как она шествует над ним. А ее не было, почему-то она, не помню, почему ее не было. Я ей позвонила и сказала, Люда, сегодня вот такое-такое это было. Игнать Тихонович не слышал. Вася, это твой сегодня. Вон что сделал. Он же пригрозил, что он больше не придет. Она засмеялась, говорит, да ты что? Значит, порядок такой. Кто будет дежурить, Миши нет, надо Володе сказать. Вот Миша здесь. Миша здесь. Значит, его задержать там. Переговорю я и сразу к батюшке. А батюшку я уведомлю. Так просто это не пойдет козырять. Мы никого не вербуем, никого не тянем. Одолжение нам не надо делать. Тебе эта община не подходит, никто тебя не тянет. Но ты будешь, если здесь, ты должен подписаться под эти правила, которые есть. Он сказал, что на занятия ходить не будем. Вот он. Я его все равно. на занятия. Игорь, я сказал, церковь и на занятия. Иначе, я не слышала, на занятия. Он говорит, я больше ходить не буду. А я слышала, что он сказал, на занятия не будет ходить. Ну, короче, так, мы сказали, не то, что не допускать, а сначала переговорить там, узнать. Как? Мы сделаем скидку на его... Я слышала не о молитве, а о занятиях. О занятиях шла. Ну, подожди узнать. что речь шла о кухне. Вот брат Сергий хочет сказать. Я думаю, что все-таки речь шла о занятиях. Да. Потому что мы с братом Игорем говорили ему, почему в субботу на молитву не ходишь. А мне помыться надо. Мы его прописочили как следует. И он в субботу пришел. Ну, он говорил вот эти слова, а как раз мы с на это... А эти слова он сказал, потому что Игнатий Тихонович его предупреждал. Если ты вот так вот будешь есть, как попал, то ты вообще тогда не ешь и иди сразу домой. Помните, такое было? Да. И он этот выбор сделал. Благочестивый. Ну, раз я есть не умею, как все, лучше, что, не поздоровится, пойдем домой. Так, видите, записка. А нам на это он ходить будет. Записка. Таким людям, как Василий, всегда относились с милосердием, со снисходительностью. То есть, смысл такой, мы не милосердные и не снисходительные. Да. Иначе вы зачем это было писать? Теперь, а как милосердие, в таком случае и делать? Когда он не похоряется, делай. Дальше напиши конкретно. Я не знаю как. У тебя опыт есть не на книжке отдельно. Возьми бумагу большую, подробно напиши. Потому что я не знаю, прошу сестры помощи. Ей говорить запрещено 5 недель. Муж мне наложил аппетелью. Уже 4 недели. Напиши подробно, я не знаю как. Я считаю, вот такое именно порядок. Козыреть не надо. С ним мы переговорим. Я его отправляю к батюшке. Батюшка будет с ним рассуждать. А так просто, слова эти нельзя кидать. За них перед Богом отвечать надо. Дорогой Игорь, я хотел сказать, что брат Сергий сказал, мы тут его как следует прописочили. Ну для брата этого дать было сильно прописочили. Он просто зашел тут и начал разговаривать со мной. О пустяках, конечно. Я впервые услышал, как он несколько предложений подряд произносит. У него голос даже не поставлен. Он такой впечатление, как будто старый такой ворчливый барбос. Он вот так вот разговаривает. Я даже удивил. Я говорю, Вася, ты заговорил. Я говорю, а что ты не отвечаешь, когда кинувопросы спрашивают? И Сережа прям как поймал и говорит, а ты почему в субботу не ходишь? Скажи нам, пока разговариваешь-то. Как Шариков-то. Пока разговариваешь. И он начал говорить. И он с нами начал разговаривать. И мы провели с ним целую беседу. Что вы смотрите на нас? Это впервые. Он рассказал, почему он не ходит в субботу. Так надо было с самого начала сделать. А кто знал, что он вообще не разговаривает. Мы с ним сколько пытались. А тут вдруг начали разговаривать, когда его, ну я вот так вот прям грубовато даже. И он начал говорить, и говорит, я там толкаю тележки, они жирные. И у меня там такая роба, она тоже как бы не очень опрятная. И поэтому мне, прежде чем идти в церковь, надо обмыться от всего этого. Я говорю, согласен. А помыться есть где? Есть где, но там люди ходят. Я говорю, а есть такой закуток, где людей нету? Есть. Я говорю, а ты можешь туда тазик унести или ведро и помыться в ведре? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Потому что не умею. Я взял ведро, взял тряпку, показал ему, как нужно мыться. Вот здесь прям показывал, как нужно отдельно части тела мыть. У меня, потому что опыт огромадный на Ползунова. Как мне разливать-то много? А он говорит, так разливать можно, там не сильно это, там, ну, каменное все. Я говорю, а вообще какие красота? Все ему показал. И что вы думаете, чем закончилось-то? Это Господь милостивый. На этой неделе Игнать Ильич, им установили душ для него специально. И он приходит в субботу уже. Я ему сегодня спрашиваю, ну что Василий, научился в тазике мыться? Ну думаю, сейчас помогло мое. Он говорит, да нет, душ установили. Я говорю, так это надо было тебе раньше этот вопрос-то поднять, мы бы помолились вот таким образом. И тебе бы уже три месяца назад поставили. Понял. Теперь смотри. Вот, с милосердием, с исходительностью. Таких людей, как правило, у нас не бывало. Чтобы совсем не говорил. И мы сделали это милосердие, с исходительностью, допустили до крещения. Дальше уже идти некуда. Дальше мы начали с ним заниматься где-то. Он ни с кем не советуется. Он работает, какая-то фирма, обещает квартиру. Он 500 с лишним тысяч. Отдал, идет, а фирмы уже нет. Пошел, она говорит, это пилькина грамма-то. Ее нету. Больше полумиллиона всадил и ушел. Я подвел к Севастьяну, он говорит, никакой фирмы-то нет. Она даже не зарегистрирована. Но обманывает. Какая с исходительностью? В таком состоянии пусть он живет. Я ему стал говорить, ты вот к Севастьяну подходи, это юрист. Он не низкого класса-то. Ему нужды нет, он не подходит. Какая-то у него где-то квартира, а он претензии имеет. А может я с вами буду жить? У меня со мной в квартире вместе. А чего же ты будешь жить? А может он здесь? То есть он, ему надо как жить. А дальше он не знает как. Почему? Он никого не слушается. У нас кто? Людмила Степановна к нему ходила, где он там живет. Ходила и рассказывала. Тут снисхождения никакого нет. Вообще. Он делает по-своему. Он теряет квартиру. Он не слушает совершенно. Вот у нас приехал он помогать картошку. Василий, ни на шаг никуда. Потянулся. Куда ты пошел-то? А что? Ты приехал уже сюда работать-то. Садись, съешь, поели и пошли. У него 10 человек вокруг надо обслуги. Ему нужна встряска. И нужны очень крепкие братья рядом. Как говорят ежовые рукавиццы. А это, что сисюкает, это ничего не дает. Ничего. То есть в этом состоянии ты желаешь, чтобы он пребывал. И в этом он умер. А куда он пойдет? Я что сказал? Его отдельно кормят. Не надо отдельно вместе со всеми. Он ничем не хуже других. Что плохого сказал? Его не выделять, под дураками играть. Он сидит среди законных братьев, но вместе вылазит из-за стола. Не успевает седать. Я сказал, ложить меньше. У меня дети в лагере так же есть, которые не успевают, ему наказание. Не доел сейчас, когда обеда ходит. Поменьше наливает. Он теперь подравнялся со всеми. А он привык отдельно. За деду ложечку, за бабушку ложечку съешь. А у меня он молотит, только рука мелькает. И парню 12 лет он домой звонит. Мама, я научился первые 10, 15 лет. Супик есть. Вот такие снисходительные, они идиотов воспитывают. Ему жить надо впереди. Он не понимает ничего. И вот если не звука, я расскажу. У него весь мир в мониторе. Вот в этом игры. Фрося внизу идет наверх, качается тарзанка. Он стоит, а я хочу качаться. Фрося сразу из-под ног вытаскивает эту палку отпускает. Палка летит, он стоит, а палка толщиной в руку и вот такой она как шарахнула в полбу. Павелу понять не может. Как она из этой рамки монитора выглядела-то? 12 лет. И он не может ореть, сидит и не поймет, а как она палка оттуда вылетела. Тут он стреляет, бегает, уничтожает, его никто не трогает, он неуязвимый. Мы ему поставили определенные рамки за ним смотреть. И он уже поехал парень и другой начал управляться-то. И второй раз точно так же Фрося опять огрел этой палкой. Он забыл, что он находится, есть качели, есть воздух, передвижение в пространстве, у него ничего нет. Это паразит растет. Сказано, ни родителям никому он не нужен. Мы из него человека сделаем. А в таком возрасте, как Василий, а что можно сделать? Да ты ничего не делал еще. Сказано, братьям его на отшиб не садить. Сидеть среди братьев, среди вот люди с высшим образованием. Он среди них даже никто не знает, какой он есть. Дальше работает. Здесь он приходит, он делает по-своему. Я восстанавливаю. Почему ты там? Я что должен делать? Вы знаете, у нас Потеева и Любовь Николаевна. Вы не думаете, она простая. Она заканчивалась красным дипломом все. Шойхет преподаватель был у нее. И все, она шарится где-то отдельно. Отдельно. Дверь там закрыта. Я с ней раз, другой, третий переговорил. Все. В лагере как откроешь дверь, она рядом, как будто послушала. Она несколько лет работала в милиции. Она не хочет быть такой. А мы сейчас с ней друзья. Где бы она ни была, она только мне звонит. У меня больше дружба, чем у ее детей. Почему? Я работал над ней. Она очень умная женщина. И она ухватила самое главное. Ее уважают здесь. А это ну я понимаю. А Даши что? Даши записка новая. Позволять ему есть отдельно. Он без зубов. Причина есть. Даша, на таких людях определяется, что-то зачеркнуло, видимо, люди злые и добрые. На таких людях. Вот Васи бы не было. Для нас нет ни Евангелия, ни взаимоотношений. Только на Васи определяется злые и добрые. Все злые, одна добрая только ты. Больше никого нет. Уже определились. Кто заступается? А вот по большому-то счету, если бабушки внучат любят, они ешь больше, спи дольше. Больше ничего не надо. Ой, какие хорошие. А потом он бабку берет за шкирку и трясет. Бабка, где пенсии отдай? Старику в лоб. А если бы она вовремя поднимала и на молитву доучила, вот это внук бы рос. Он везде нужен такой. И дома, и в армии, и семьянином. Ты играешь в эту добродетель. Притом все время играешь. Хочешь показаться добренькой. Это нехорошее качество. У нас такая добренькая играет, у нас только двое потерявки были. Надежда Васильевна и Вера Федоровна. Адвокаты для всех, кто бы что ни было. Она уже заступается. Ни дело не знает, ничего. Не надо это. Сиди, набирайся ума, разума. Здесь мужи в совершенной возрасте. Я сказал, вместе со всеми, не доедайте ребенку, меньше наливайте, чтобы только вместе вышел. Так, а я не успеваю. Ешь, успеваешь. У меня зубов нет, через край пей. Вставь зубы. Зубов нет. В монастыре у многих зубов нет, все вместе вылазят. У заключенных, у многих сынга нет, все вместе вылазят. Почему? А потому, что по-другому нельзя. Я говорю, в туалет ходите утром, по-тяжелому. Так, я не могу. Вот арестовали, в один день я не могу. Почему? А утром так и выводят. И попробуй днем сходить, тебя головой поднимут, четвером, и головой в парашу, в парашу. Обмахнут раза три, и у тебя моча, кал будет течь весь день-то. А потом пинками в угол тебя, как опущенного. Все. 20 человек смотрят, они сразу научились, когда ходить. И только утром выведут, он до утра, до утром бежит, штаны в руках держит. Пять минут он уже опростался, на место. Нам что, экстраординарные условия надо создавать? Мы христиане, мы должны напряженно жить. Я просто такие примеры беру, вонючие. Но на них человек учится. Ты в армии жил? Был? Что, для тебя отдельно там срок начинает? Нигде. Независимо от того, какой уровень был. Вот он в армии служил. Да мало того, командиром какого-то отделения был, я так понял. Сержантом. Так? Сержантом. Сержантом. Ну да, командир отделения. Пожалуйста. Никаких льгот себе не... А у него неграмоты, ничего нет. А почему он послушный? Послушный. Можно мне сказать? Я удивляюсь, что вы вспомнили о том, что я-то его привел сюда. Кого его? Василия. Ага, да, действительно. Во-первых, он у нас работал дворником во дворе, в нашем дворе, в нашем доме. Я долго к нему присматривался. Одно время он ходил босиком. Вообще босиком. Холодное время, зимой. Потом как-то он преобразился. То сбреет бороду, то у него борода растет. Ну и я начал понемногу с ним беседовать. Вроде как он принимал все и проявлял какой-то интерес. И в глазах у него что-то проявлялась, какая-то искра. Поэтому я его, так сказать, ну, постоянно вот с ним продолжал эти беседы. Особенно праздничные дни. И потом я его привел на занятия. На занятия он ходил достаточно регулярно. Три года? Да. Как бы если не учебе. Да, потом, значит, вот его допустили до крещения. Я говорил, когда проходили перед крещением собеседование, я говорил, что не готов он сырой. Игнатий, конечно, стоял. Да он такой и есть. Ну что он из-за чего-то? Знаете, какое милосердие? Когда поручитель говорит нету, а я иду ходатайствую. А в твоих глазах я жестокий и злой. А я с ним занимался отдельно. Я с ним общаюсь уже не один год. Поэтому знаю его, как, что значит, что-то изнутри и снаружи. Это человек, привыкший жить бомжом. Это состояние психологии, такое, психологическое состояние, состояние души такое, что он из этого образа жизни просто не может выйти из него. И он привык. Он далеко не глупый человек, как вы считаете. Он очень умный человек. Он сам себе на уме, что называется. И он из этого образа просто не хочет выходить. Не то, что не может, а он не хочет из него выходить. Сколько ему давал молитвы, молитвословы, евангелия, прочее, разных уровней, разных столкованиями, прочее. Не читает он и не молится. Он здесь совсем недавно стал вместе со всеми петь верою, символ веры. И отче наш. После многих нареканий. Он сам себе на уме. Я много раз ему говорил про эти зубы, что ты, может быть, 500 тысяч прокутил, спустил никуда. Сколько зубов можно было ставить? Запасных целых деревьев было. Это первое. Второе. У меня зубов тоже нет. Я не всегда прихожу с тротезами. Без зубов тоже практически. А Игнатий говорит, что у него зубы есть. А вон одежда сильная и другие. А я что, собака? У него главный. А я не собака, чтобы так быстро жевать. Быстро есть. Вы все собаки. Мы тогда собаки, а ты хороший. Ты благочестивый. Это просто нежелание быть как должно, как принято. У него свое. Заклинил он, вот так вот причитает, что так нужно делать и все. Ему нужна жёсткая братская рука. Он приходит на занятия. Уже выпал снег. Приходит без головного убора. Мне это какая разница? Я сказал почему? Ну почему? ну так давай договоримся, чтобы больше ты в университет на занятия не приходил без головного убора. Он все наделал в шапке. Приходит привез с собой я не знаю три или пять собак и заводит их в тамбур. студенты выходили кто там собаки они его собаки не понимают что это Вася или они его любят. потому что здоровые еще собаки я сказал больше собак не води преподаватели выходят которые сидят на проходной к нам ходят верующие собак навели мы из-за него даже терять занятия наши я ему сказал собак больше не приводи а я привык к ним все сиди с ними все на следующий день пришел без собак ему жесткий контроль я его знаю и с ним по-другому никак нельзя у него практически пол дома есть ну не хочет он там жить просто напросто начинают гореть меня там убьют меня там прибьют каждого могут с нами поступить как угодно если ты верующий человек помолился закрылся и ушел и все закрыл ушел перекрестил там какая-то женщина зашла ходили он не может там какой-то мусор и то другое он живет по-другому квартиру ленивый сколько раз ему говорил про этот уголь Ватя ну приди помоги или дрова колют колют у тебя там семья по лавкам что ли молодых у нас много пусть молодые делают ну я а я старше его один перекидал уголь ничего страшного Надежда передайте она понимает а когда он заговорил вот это помните вы рассказывали про мусульман как этот Басаев говорит что ему или таким же надо стать или с ума сойдет ему надо таким же стать и он начал немножко Василий раскрываться вот за этим столом он впервые я услышал как он насадил брата Сергея да брат Сергей так не разговаривает как он его осадил Сережа говорит подставляет ему давай быстрее быстрее ешь быстрее а он такой ты своими кабелями будешь командовать ну и что кто у нас так разговаривает я или Сергей мы понятия такого не знаем как он быстро осадил и Сережа такой о я говорю ну как он тебе Сергей а он разговаривать умеет и мыслить как мысли-то какая нероновская маккавелли кстати Сергей дал ему хорошего кабеля или сучку я не помню так он ее испортил просто-напросто и все ему говорили вот так поступай вот так воспитывай так делай дворнягу сделал элементарно из хорошей породистой собаки есть люди которые слышат но не разговаривают это не мой а то глухонемой пишут про одного в Дании было парень вырос уже 18 лет и отец и все мать считает он вообще ну не может отвечать и однажды в лесу они были и когда дерево пилили и дерево то не допилили по-другому отдохнуть отец отошел и дерево стало падать в ту сторону отец дерево падает отец отскочил потом так ты разговариваешь так что ж ты молчал 18 лет да случая не было вот тогда мы спаслись если такого случая то не было а мы молотим часто бывает все не надо вернемся к Евангелию все-таки давайте говорить еще раз напомню о чем жена связана законом доколе жив муж ее если же муж ее умрет свободно выйти за кого хочет только в господи относится как к мужчинам так и женщинам одинаково вот я до крещения дважды был жена официально официально да а не официально не счетло не счетло да официально дважды была жена и ну не официально не было жена но каноны для таких, как я существуют. Существуют. Это было до крещения. Понимаете, церковь все списывает. Как будто никогда не было. Если есть дети, значит, мало того, ты даже священником можешь быть. Но какой бы грех не был женить, это не убийство все-таки. А убийца и может стать священником, если это было до крещения. Почему? Савл до крещения. Кем был? А стал не священником, не епископом, а апостолом. Вот и все доказательство. Может. А у него, так, он договорился с женой, это у нас, мы заезжали к нему в Иркутской области. У него жена там была. Он с ней разговаривался, договорились там, дочери, две дочери. Я тебе буду платить сверх того, что суд присудит. Но только давай без суда будем. Я сам юрист, я знаю сколько. И он так и платит, и дочь выросла, и он еще платит. Но вот тут он полюбил другую, когда уверовал. И они вместе принимают крещение. Я там был восприемником, поехал, все. Теперь народились дети, и он священником стал после этого. Какая до этого была жизнь? Церковь ничего этого не исследует. А вот если это в стадии крещения у него было, то принимать нельзя. Но в монашество можно, даже если я крещеный был, и кого-то убил, в монашество можно принять. Чем крепче уздать, тем лучше. Ну, я блажение буду, если останусь. Ну, куда блажение? Это так понятно же. Какая была невеста, ушла. Какое ерно себя соскочило. И вот сестра, она благочестивая, хотела, чтобы не блажение было, а ну вот как вот... Ну, ты скажи, брат, ты не сердишься на меня, что такое? Нет, я вам очень благодарен. Вот так вот. Но сестра, когда меня хотела второй раз выдачить... Женить. Да, женить. Она мне, я и привожу вот это местописание. Я говорю, я хочу блажение быть. Остаться так, оставь. Нет. Я говорю, ну, это же апостол Павел сказал блажение. Она говорит, да нехорошо оставаться мужу одному. Я говорю, когда там было-то... Так это какая глава? Это 7-я глава. 7-я глава 1-я глава. Самая любимая твоя. Да, да, да. На ней вот... Она эту главу на язык знает. Застревать. И она... И я и читаю. Только не я застревал. И я и читаю. Но она блажение, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. Я этой сестре слова говорю. И говорю, апостол Павел это в Духе Святом сказал? Она, нет. Он же сказал, что он думает, что он Духа Святого имеет. Ну, мало ли, что он думает. Я говорю, вот это, да. Да, может, он не умеет. Может, это... Выходи, ничего не надо. Зачем тебе... Это насмешка. Не поймете? Это на людей такие, но я думаю, что вы тоже думаете, что я тоже, наверное, верующий. Представьте себе. Выше Павла, после Христа, никого не было. Ни один апостол. И он о себе так скромно говорит, но в насмешку ему. Ну, я думаю, что и беют Духа Святого. Да без Духа Святого буквы одной бы ты не написал так. Конечно. Так, дальше. Поставьте себе, никуда не будет. Седьмая глава. Законченная, по милости Божией. Восьмая глава. Так, а что такое в Господе? Я считаю, что Феопелак не все раскрыл. В Господе, то есть только за верующего. Выйти в Господе, чтобы он был в Господе верующим. А не так, что он мне понравился. Не верующий вопрос вообще должен снят быть. А она я полюбила. Ну, бывает так. Мы знаем, что жития святых такое, а она не хотела, а ее выдали за неверующего. Родители принудили. Другого избрала церковь, павлина. А тот освободился. И сейчас народа сразу туда перекинулось к старым. А эти, которые новые, они того не знают. А куда мы пойдем? Это наши фиги. Мы с ним остаемся. Еще мы под Максимом-то полезем. И вот две общины. Все одинаковое. Все одинаковое, но по-разному. Я не вижу, что не то. Собрались, павлины, говорит. Это не ладно. А Милетик говорит, не ладно. Да надо ведь правлять. Говорит, надо. Они даже в этом во всем согласились. Ну, а как? Давай соревноваться, кто раньше умрет. А вот кто умрет раньше, тогда это паства, сейчас я их подготовлю, чтобы сразу перешла к ту, где живой. И так, ну, а кто умрешь? То есть и те к нам будут в нашем доме молиться. На нашем кладбище будете хоронить. На нашим заснавшим обедом. И всех предупредили. Согласны, согласны. Теперь каждый молится, чтобы только их не умер раньше. Он на молитвах, каждый епископ был. Это же отец святых. Вот Милетик как-то пришел, а Семен Столбник стоит и цепью приковал себя к столе. Ну, любой подошел, вот это да, вот это молодец. Он долго стоял, смотрел, а потом говорит. А я почему-то думал, что мне цепью надо приковывать. А как? Чувствами. Цепь не удержат они. Да ты что, да. Он тут уже оторвал цепь и пошел. Умение, умение слушать. Вот он на столбе-то стоит, день и ночь-то, и епископ рассуждает, от Бога или не от Бога это. От Бога, не от Бога. Ну, что делать? Да давайте, вы четверо идите к нему. И скажите, сквозь. Епископу сказали, вот если он полезет вниз, тогда скажите, не надо, это от Бога. Если он послушен. Ну, вот подошли ему и говорят, Семен, собор заседал и сказали, что не от Бога это, сказали слазить. Когда? Сразу, сразу. Он скорее назад. Так, подожди. Они сказали, если он будет слазить, пусть обратно лезет. Это от Бога. Понимаете, определение для Васи это то же самое. Послушания никакого нет. Это не от Бога поведение. И он должен быть другим. И мы над ним работаем. Но другого лекарства нет. Он очень горький. Говорят, а резепцию приходится желудка делать. Да, Нина. А Васи, вот еще тут такой момент есть. Он ведь у нас не ходит на исповедь. Если бы он ходил, может, у него что-то бы и содвинуло. Ну, что ты? Погромче-то. Ну, у нас вот хотя бы один раз в год должен сходить на исповедь. Да. Но он же не ходит. Вот за все время я только видела один раз. Я не знаю про это. Это так или нет? Нет, я не знаю. Ну, батюшки. Вот с батюшкой-то поговорить. Ну, я не знал. Если батюшка сделал, это упущение. Это с батюшкой разговаривать будем. Андрей Головач уже не ходит, как крысился. Сколько он? Три года у нас. Он не исповедуется, не исповедуется, не исповедуется, и отпадает. В любой церкви он будет ходить. Нет, он в Ася был, но он... Я вот видела один раз только его, что он... И он опять выскакивает и побежал. То есть ему все это чуждое. Мы никого не держим. Потому что в любом обществе этот человек, он бы теплился, теплился и до смерти не знал бы. В нашей общине не получается этого. Тут такие правила, что он должен все время себя подталкивать сам. Андрея нету. Может быть уехал. У него где-то там какой-то... Он болеет, болеет. Болеет, мы молимся, все. Мы не знаем. Он отзывчивый, все. И вопросов нет. Но вот эта община, что вместе мы занимаемся, для него это не родное. Но он сказал, что он 8 раз Библию прочел. От Куркина. Я верю в это. Но на занятиях, когда он сидит, вон там поднимите, спалите фотографии. Вот Виктор Андреевич. Сидит и пишет. Племянник его, Вадим, не пишет. И он не будет писать. И Андрей сидит, вот так вот. Это рядом сидят все, пишут. Он вот так вот и сидит. Руки вот так сложены. На занятиях, фотографии. Они одинаковые. Человек жалеет, что не могу быстрее писать. Скорописцы проповедь Златоуста от руки записывали. Магнитопонов не было. А тут же продавали. Поэтому проповеди надо на Златоустах слово сказать. Это не полные проповеди. А что успели эти нотари написать. Конечно, скорописцы здорово сделали. И что интересно, скорописцев столько появилось в церкви, что диву давались. Почему? Остались заказывать купцы, князья. И при выходе из церкви тоже торговали и продавали сразу. Потом экземпляры. А может быть что-нибудь подкладывали в какую-нибудь глину на глинище надавилось. Мы не знаем. Итак, восьмая глава первого послания апостола Павла Коринфянам. Первый стих. о идоложертвенных ястах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Потому что мы все имеем знания. Но знания надмевают, а любовь назидает. Любое незнание надмевает. А все знания надмевают, я не буду надменно. Я вообще ничего не хочу знать. Сказано. Дано много спросится. А с меня меньше спросится. Это лукавство. Какое знание? Вопрос. Знание канонов, знание божественного писания надмевает? Тогда самый надменный это был Павел Златоус, который занимались где-то просто. Но однако надмевает это не значит, что непременно будешь надменным. Это разные вещи. оно может иметь такую тенденцию. То есть как бы человеческая психология такова, что он может быть надменным, имея знания. Но и в то же время он может противоборствовать этому действию. Так, у меня на форуме сейчас ролик поставленный. Там написано Николай Леонов. Он Днепропетровский заканчивает семинарию и ребятишки хорошие, представительные, там видно они стоят где-то по адресниках. И он вышел на меня. И мы с ним провели беседу, скайп записали, сейчас поставили. Последний вот это. Семинарию кончил. Их направляют в Румынии. Вот сейчас из Румынии, видимо. И там учат немецкий язык и дальше. И все это финансирует, субсидирует Лютеранская церковь. Это, как сказать, динаминация или кто она. И вот он теперь вопросы все эти не задает. И у нас хороший разговор был. Я говорю, а ты знаешь, зачем ты семинарию кончал? Ну, я не знаю это. А, согласно канонам, он не имеет права быть священником. Будучи крещеный в детстве, он во все виды наркомании впадал и все остальное там было. А, окончать семинарию, ну, это не означает, что священник должен быть. Андрей Кураев говорит, если на курсе было 10-15 человек, которые кончили, только двое становятся священниками. Процент очень большой. Во-первых, понимают, что там делать еще. Я говорю, если ты будешь священником, то ты знаниями, которые тебе преподавали, ты воспользуешься. Ну, а для чего тогда иначе? А для чего учатся? Я скажу, для чего, и вы запомните. Семинарии, академии учатся только для одного, чтобы уметь оправдать любое беззаконие. Нет, еще больше она не наживает ваши знания. Там пустота на 90 с лишним процентов. Коману правила, я говорю, как преподавали? А нам говорили, это для тех людей только правила были, они не нужны. Я говорю, женщина без платка. Это с другим говорю. Так это к Каринтианам же написано. А где к нам написано? Парнаульсом вообще не встречал такой книги. Может, есть? В посланиях к алтайским дуракам. Нет такого? Нету? Это они излукавились просто. И все его, как учили, безбородые. Ну все, я ему рассказал. Можно? Да. Вот Николай Гуриев с острова Залиха. Он был духовник, старец его считали. И туда прямо люди... Какой? Гуриянов, да. Гуриянов? Да. Ну, Гуриянов. Ну, это, наверное, на острове Залит? На острове Залит. Да, да, да. Что я... Не... Не сказал Гуриев. Ну, Гуриянов, да. И он говорит пословицу, где просто, там ангелов в соста. А где мудрёных, там ни одного. Не... Где мудрёных, но там ни одного. Да. И вот подходят к нему люди, стучатся там в келью, всё, прям показывают это всё. И какие вопросы ему задают. Вот женщина приехала издалека, задаёт ему из Петербурга, или от куда-то там, ну, в общем, издалека. И задаёт ему вопрос. Нет, не из Петербурга. Наоборот, она говорит, нет, Петербург, надо везти дочку на операцию. Везти мне на операцию или не везти? Вот скажете мне везти, значит, повезу. Не скажете везти, не повезу. Издалека. Вот такие вопросы. Там другие, ну, подобные вопросы им задают. И он в простоте отвечает. А в простоте это значит ни по Евангелию, ни по Ветхозаветному, никак он ни по Новозаветному, ни по Ветхозаветному не отвечает. Просто отвечает от себя. Как Бог его положил на душу. Вольф Мессинг положил. А? Вольф Мессинге, точно так же. А, ну, и Вольф Мессинге тоже. То есть, и вот эти старцы, Иоанн Крестьянкин тоже, вот читаешь их письма там, духовным чадам, они тоже отвечают ни канонов. Канонов они вообще каноны не берут. Ну, если, я сказал, Болгарский не взял каноны, то они-то тем более. Не говоря уже о Евангелии. И вот в этот раз патриарх говорит в Волгограде проповедь. До удивления, трогательная проповедь, я ее, главное, не сначала начал слушать, он о вечной жизни говорит, о воскресении Христа. Я думаю, как так патриарх разговаривался, а потом показывают фотографии с черными, перечеркнутые, оказывается, погибшие в Волгограде, и тут их родственников много. И стоят матери, видно, плачут, и там, ну, другие там их родственники. И он для них и говорит, что вы тут скорбите так сильно, это нельзя. Он прям так, даже строго, как так вы, я хочу к вам обратиться, вот которые сейчас скорбят. Вы до такой степени этого не скорбите, потому что скоро сами предстанете перед Богом. Вам сколько осталось здесь уже? Я думаю, это надо в каждом городе, что ли, по взрыву, чтобы патриарх приехал и рассказал о Христе, о вечной жизни. Не услышишь этих слов? Вот тебе просто и состав, пока не припек случай. Пошли дальше. Что написано в толковании? Некоторые из коринфян были совершенны и знали, что входящие в устание оскверняют человек Матфея 15-11 и что идолы, суть деревья и камни и не могут вредить, безразлично входили в капище и ели идола жертвенная. Другие же, менее совершенные в виде таковых и сами входили в капище и приносили жертвы идолам, но не с такой же мыслью, с какой первой, а думая, что идолы достойны почтения и способны принимать жертвы. Это подвигло Павла к ревности, потому что это вредило тем и другим. Совершенным тем, что они услаждались бесовскими ясами и совершенным тем, что они склонялись к идолослужению. Итак, апостол спешит исправить это зло и по своему обычаю, оставив несовершенных, обращает речь свою к совершенным и, во-первых, усмиряет гордость с знанием и говорит, не вы одни имеете это знание, но все мы знаем, что идол есть ничто в мире, однако это знание не только не приносит никакой пользы, но еще и вредит, воздымая и надмивая имеющего оное и через то отделяя его от ближнего, если вместе с ним, то есть вместе со знанием не будет и любви, которую напротив может созидать, ибо что знание без любви разрушает, то любовь восстанавливает и созидает, все делая в пользу ближнего. то, что знание надмивает, это по себе знаю из детства, вот в школе, да, да и в другие годы, если на уроке, на занятиях, да, кто-то там что-то не знает, а ты знаешь, тебя прям распираешь, ты руку тянешь там, и хочется тебе, значит, чтобы ты, твое знание было оценено, то есть, оно, а ты вот не знаешь, а я-то вот знаю, то есть, надмене, оно присуще всегда, другое дело, что с ним всегда с помощью Божьей можно бороться, преодолевать его действия, и это всегда удается только с помощью Божьей, да. Ну, хорошо, что в школу вспомнили, а вот наша учитель истории, она молоденькая была, она поступила по-другому, я историю очень сильно любит, и вот так вот, как вы, я аж прямо аж тужился, аж подпрыгивал, дайте мне сказать, дайте, ну, истории прям, и она сначала это не понимала, а потом она мне взяла в оборот, и сказала, на уроке истории 10 минут каждый урок отдаем Игорю Дыбунову, все согласны, все только за, потому что их же спрашивать не буду 10 минут, да, отдаем, а меня озадачило, я думаю, 10 минут, это у нас же говорить о чем-то, и я пошел в библиотеку и начал читать там, и я читал вот только какая подготовка, там, допустим, было о Петре Первом, я и книгу Петр Первый прочел, вот этого Алексея Толстого, и чего я там только не прочитал про него, всю историю захватил, и потом все привыкли, меня там политинформатором сделали, я на политинформаторе историю расскажу там разных стран, начинается политинформация, а я историю там о революциях, там о войнах о всяких рассказываю, и, то есть она вот эти вот, мое, так бы, как бы сказать, надмене, как бы, кажущееся, хотя это был интерес для меня просто, она обратила в пользу всем, я так понимаю, поверное. А то, что надмене, другим это видно или нет, что ты надменна? Знаниями надмиваешься. Другие это видят или не видят? Согласно вот этому. Или только надмивают в какой-то такой стадии, ни ты не понимаешь, ни другие не понимают. Вот Игорь, понимаю, охота показать себя. А другие как понимают это дело? Ну, другие тоже могут понимать, а могут прикрываться, вот как у Игоря были, им это выгодно просто и все. Я вам по себе скажу, что у нас в школе в соседней деревне, там Курщина была, там, стермащихи, был один мальчишка, ну, мальчишка 10 класс, Валера Холодков. Говорили, он сын директора. И вот он на уроках задавал вопросы учителю. Это литература, там, история, во всем. У него, одни пятерки были везде. Я вопросов не понимал. А когда они с учителем говорили, я вообще не понимал, о чем речь идет. И у меня не было ни зависти, всегда было, почему я не знаю. Я себя чувствовал таким ущербным. А мне неоткуда знать было, литературы нету, школьную программу я получаю нормально, отметки. Но вот во мне этого чувства никогда не было. Я вижу, что ему дано, теперь мне надо выбрать возможность и подтянуться за него. Но его ждала неприятность большая. Он пошел в школу с пяти лет, пошел в институт, поступать не принимает. Мы ребятишек не принимаем, на два года раньше-то. А потом я-то поступил, и потом воспаление мозга у него, он умер. И он такой широколецый был, такая приятная у него наружность, я все сохранил это. А в одной из книг где-то есть он у меня сфотографировал. Я считал себя напротив других таким нехорошим. Меня умоляли, на всего было пять ребят, остальные девчата были. Я не стал с ними фотографироваться. Отошел, стоял, но их отдельно сфотографировали, а потом только меня отдельно. Нет, кажется, я с ними уже попал. Я хотел сказать еще не об этом, не о школе, я вообще хотел сказать о нашей общине. Мы в таком необыкновенном состоянии, положении с вами находимся, и все благодаря вот правда Игнатию Тихонычу. Конечно, хотелось бы, чтобы это было, допустим, от самого себя, но всегда есть тот, кто идет впереди. И всегда это было, по истории и везде. И поэтому, когда мы где-то вот говорим, ну, во всяком случае, я когда говорю кому-то, то всегда кажется, что мы уже назидаем. Почему? Ну, вот вы ругаетесь на меня там иной раз со священником, да там, как ты разговариваешь, да как там, да хоть с епископом, какая разница? Ну, вы понимаете, я разговариваю со священником, и я ему говорю какой-нибудь канон, или местописание наизусть, и еще говорю, где написано. Я-то говорю это для того, чтобы показать авторитет этой литературы, я-то не для того, чтобы надмиться. Ну, у меня-то это вот здесь уже сидит. Я же не для того запомнил, Евангелие Танна, 3 глава, 16 стих, чтобы, ага, и как надмение, оно в сердце моем поднялось. Я запоминаю для того, чтобы человеку было понятно, какие великие слова сказаны, для кого и где. Чего непонятного-то? А для них вот эти уже наши слова, что мы говорим с представлением писания, это как надмение. Вот то, что Игнать Ильич вопрос задает, а я-то этого не понимаю, что он так понимает. И они начинают вокруг да около крутить, а ты где учился, а ты кто такой, а вот что тебе надо, и из моего якобы надмения вырастает необыкновенно его надмение. Потому что он может только одно сказать, так я-то священник, а ты кто такой? А здесь я уже его не понимаю, вот что дело. И нашла коса на камень. Я ему тогда еще место писания, он тогда думает, так да ты что, издеваешься что ли надо мной уже? И тогда говорит, понятно, ты сектант, пошел вон. И вот получается, что, ну это мы почему-то пришли сюда, хотя написано, знания надбивают, надбивают. И тогда получается, что любой из наших сестер добропорядочных, благочестивых, милосердных скажет, тогда зачем тебе, дорогой ты, брат, все это учить? Ты таким, прикинься, простачком, приди и нормально со священником поговори на его родном языке. Ну самое главное, я-то не могу на этом языке разговаривать, вы понимаете? У нас тут какой язык? Вы представляете, о чем мы какие вопросы тут поднимаем? И все благодаря Игнатию Тихоновичу, его любоснательности, что он вот такой приметливый, что он хотел вот узнавать эти вопросы, вот этот мальчик там, хотя там может вопросы яйца выгибного не стоит. Он шел и шел к этому, и начал захватывать то, что надо. И теперь вот этим водоворотом мысли наших благочестивых и мы тоже это все захватили-то. Ну я не знаю, все или не все, потому что иногда я просто удивляюсь знаниям сестер и редко братьев, чаще сестер, знаниям, скажем в кавычках. Поэтому я хочу знаниям религиозным, нашим, даже православным. Поэтому я хочу сказать, если кто-то не знает канонов, кто-то не знает житей святых, кто-то не прочел еще до конца, что говорили пророки в Ветхом Завете. Я вас призываю, начинайте этими знаниями наполняться. Они не просто вам пригодятся, они жизненно необходимы. Пускай вас, говорят, вы надменные, или как сказано великому инквизиторе, твои гордые, ты только их спас. Говорит великий инквизитор на Иисуса, ну как бы на Иисуса Христа, ну или на образ своего. И это так и есть со стороны любой скажет мирской. Все скажут, патриарх намного лучше, чем ты. А почему? Ну патриарх так говорит, знаешь, понятно, так задушевно, по-человечески. А ты всего что-то, что-то ругаешь, что-то ты недоволен вечно. Вот что ты от себя сказать не можешь, он как патриарх нормально так говорит. Так по-интеллигентному. А у вас все такое, что-то я же слава Христа прям цитирую. Ну, хорошо, что я Евангелие не читал. И любой уже такой благочестивый, снисходительный и очень милосердный скажет, и зачем только ты, брат, тогда читал Евангелие, раз так на тебя сказали. Да кого-то потому и читал, что знал уже, читая Евангелие, что так на меня и скажут. И сегодня как раз 2 Тимофею 3 глава 12 стих говорит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе. Не просто благочестиво. Все хорошенькие, добренькие, снисходить ко всем, во Христе Иисусе будут гонимы. А во Христе Иисусе как? А вот что, места Писания в Евангелии, они не расходятся с твоими словами и с твоими делами. Аминь. Вот, покажу, я его нашел в первом томе. Вот он, Валера, это Шеремух и наломали нам. Я посередке сижу, я самый загорелый был, я с поля не вылазил. Это учитель по физкультуре, этот пошел воинские какие-то, этот кем-то предприниматель, это самый Валера, вот он крайний. Посмотрите. по глазам. Вот здесь, да? А это я посередке. 10 класс. Вот он, да? Да. Это Валера, вот и есть халатбур. Ну, что интересно, в Рибрихе мы проповедовали, ходили. Дайте нам посмотреть. Я рассказал, они говорят, он говорит, не умер. Я говорю, я слышал, умер. Да? Не умер? Может, заболел просто? Там же все жители сказали, у вас тут неверные сведения. Вот это он. А это я. Может быть, просто он болел сильно? Может быть и так. Но умный настолько был, что я даже не пытался приблизиться к тому, что он задавал. Я понимал, и я как-то благоговел перед ним. Он знает, а я не знаю. И мне не то, что зависть, а кто? Я даже не хотел быть таким, какой он, почему-то, что мне нет. Я знал, это нерегально. Я столько знать не буду. Никогда. А он в какое-то такое трепетное отношение даже. Хотя он одноклассник у меня. Вот люди, которые больше меня знали, у меня всегда было к ним отношение к какой-то особенности такой. Это люди особо, я не такой. А вот что я могу быть таким, это тоже не было. Я понимал, мне не достичь этого уровня. Это дар от Бога был у вас такой же. Потому что, и слава Богу, что Господь через апостола Павла нам говорит об этих, об таких словах, что знания могут надмивать. Но апостол Павел же говорит, вникая в себя и в учение занимайся всем постоянно, ибо так поступая спасешь себя и слушающих тебя. Поэтому мы должны приобретать эти знания, а иначе Господь нас пользует за тот талант, который дал нам каждому, потому что мы разумные люди, потому что разум то дам. Для чего? Для того, чтобы иметь знания, чтобы уметь ими пользоваться, этими знаниями. И другое дело, что это как бы обоюдоострое оружие, знания. Им можно надмиваться, можно не надмиваться, использовать в пользу. В пользу для себя и для других, слушающих тебя. И с другой стороны, люди, которые, вот как Игнат Тихович, знают, что этот человек, он превосходит тебя в знаниях, ты не будешь завидовать ему, а будешь расти до его уровня. А вы помните фильм был какой-то «День святого Юргена» или что-то? Юргена. Юргена, да? Ну, там бывают подготовленные люди, он на коляске два дня катает, это пусть не с этим фильмом связано, а который ведет это, Кашпировский-то, он с ним договаривается этим 500 рублей дам, ты пока на коляске катаешься, узнавай, как люди что думают. А когда я буду манипулировать, ты в это время брось костыли, сойди с коляски и пойди, как я тебя исцелил. У Кашпировска была женщина, которая делала безобезболенную операцию, она потом рассказывает, как было, как разговаривали, как подготовили, как обезболивали, и все равно мне было страшно больно, она и удержалась. А по телевизору это показали. И вчера я смотрю ролик один, стоит большая площадь, и мусульмане, и какой-то с бородкой мусульманин, такой большой микрофон у него, и он говорит, говорит что-то, а потом кричит, там скажите, парни, что он там сильно так кричит-то? Кричать не надо так. У нас микрофонец, пусть подходит, такой свободный, нормально. И я, он только сказал, я понял, что никто не будет тут кричать такой в обществе, а не мусульмане. Это подстава. Подстава из своего мусульманина, и какой-то молодой парнишка, вот стоит на Володю похожий такой вот, небольшого роста, ну и видите, вот он подходит, ты что христианин? Да, я христианин. Ты что, в Христа веришь? Да. И ты веришь, что Бог по-своему говорит, а титры идут. И что, Христос Бог? Да, Бог. Ну а ты что, согласен, что Бог всезнающий? Конечно. Ну а ты считаешь, что Иисус это Бог? Бог. Ну а мог соврать? Нет, не мог соврать. А дальше он говорит, а как же Евангелие от Марка написано, когда Христос сказал, и говорит, это дня счастья не знает ни ангела, ни сына. Да Христос знал или не знал в последний день? Парень, я не знал. Но он знал, правду сказал или соврал? Если правду сказал не знает, то он не Бог. Если он Бог, он не может не знать. Он его, парень не знает. И его тогда отведут, его за руку берут, и тогда от микрофона отводят. Он хотел, ну я же ничего уже доказал, его там вдвоем подрохи повели, а там может быть деньги дали ему. Понятно. Где? А если бы парень-то подошел и спросили, ты веришь Иисус Бог? Да, он Бог и человек. У него две воли, два. Он сразу бы вас отдадил-то. Он по человечеству сказал, что я не знаю, а по божеству он знает. По человечеству он был на кресте, а по божеству он был на небе и в аду. Христос, он везде, он Бог. Он Бог. По человечеству он говорит, да минует меня щаше себя, как человек он боится, а как Бог говорит, да будет воля твоя. Парнишка, я думаю, это мусульманская подстава, то ничего не сказал и не мог. А другое, ну вот видите, там родные, там Браброс, Иосифов, это абсолютно правильно говорит. Вот это старчество, они ведут куда? Ни каноны, ни Библии, ничего для них не существует. Они просто, они плывут в этом. Люди идут. Ему семга нужна. Семга говорит, что он уже тебе старец? Он говорит, семги мне не хватает. А они на него тогда там кто-то напал. Игорь Михайлович, товаритесь. Аллилуйя. Игорь Михайлович, можно вопрос? Ну. А вот когда Христос был на кресте, а духом сошел в ад, где об этом это написано? Это где? В Евангелии еще нету. Везде написано. Это написано в 138-й псалом. Взойду ли на небо ты там, взойду ли на иисподне и там ты. Пересерюсь и на край моря и там рука твоя поведет меня. То есть Бог собой наполняет все. Поднимите врата верхи ваши и войдет царь славы. Поднимите врата верхи ваши. Она говорит, на кресте был. Маленька, ты опережай. Вот это написано, он Бог. Без Бога нет места. Где-то место было бы хоть... Это вот только там как пророчестве в псалом. В одном месте нет Бога. Там прямо говоришь, что зайду ли на небо ты там. Сойду ли в преисподней земли и там ты. На край моря и там рука поведет. То есть Бог везде и всего. 138-й псалом. Спасибо, Христос. Хороший псалом. Благодарю Богу. Амур. Молитесь, тот. Нет. Продолжайте. Божьей милости будь мне грешным. Создава мне Господи помилуй меня. Бесчиславец огрешил Господи. Прости меня грешного. Помилуй. За молитвы святых отец наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас. Аминь. Царю Небесному утешителю души истинной и живи с детства и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю прийди вселисовные и очистенные от всяких скверных спаси блажи души нашим святые крепкие святые бессмертные помилуй нас. Святые Божьи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас. Святые Божьи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков аминь. Пресвятая Троица помилуй нас. Господи очисти грехи наши. Владыка прости Беззаконие наше, святые по сети И исцели немощи наше, имени Твоего Ради, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, слава Отцу и Сыну И Святому Духу и ныне и пресно И во веки веков, аминь Отче наш, и жизнь и на небесе Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный, дашь нам днесь И оставит нам долги наши, як уже и мы Оставляем должником нашим И не веди нас во искушение Но избави нас от лука в огонь И во Твое, Царство, Силы и Слава во веки, аминь Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Пресвятая Госпожа Богородица Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами Твоими Ангел Христов, Хранитель мой Святой Моли Богом, не грешным Ян Креститель, Претещий Христов Моли Бога о нас Святые Всехвальные Пророки Молите Бога о нас Святые Небесные Силы, Ангелы, Архангелы Пресночь Божий, Предстоящие Силы Молите Бога о нас Святые Апостолы, Евангелисты Молите Бога о нас Святые Мученики и Мученицы Молите Бога о нас Дабы никто не принял начертания зверя Святые Отцы, Молите Бога о нас Святые Жены и Девы, Молите Бога о нас Дарует Господь послушание, молчание, целобудрие, стадиве с женам и Девам И сохрани их от всяческого поругания И прими нашу молитву Воздияния рук, как жертву вечерней Благоухания, приятной пред престолом Благодати Твоей, Господи Соедини нашу молитву С молитвами всех святых Твоих Молящихся на небе и на земле Господи Божий наш Услыши молитвы всех, молящихся о нас Во благо нам И прими нашу молитву о всех Западавших нам молиться о ней Благослови патриархов, епископов, священников Правителей страны И продли еще мирное время Господи, дамы мир Украине Будь милостив, Господи, к ним Мы умоляем Тебя, просим Уж слыши, бедных и нищих Твоих Пошли добрые жители вселения наши Приготовь нам место, где мы должны быть И к тому расположи сердце Николая и Виктора Мы предстоим перед Твоим величием Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Дух, аминь Аминь Говори, Господи, Владыка Слушай, ты слышишь, это раб Твой Аминь Аллилуйя С миром Божьим Игнать Тихонович Ну еще тогда, извините Ну, ага, закройте книги И вот когда он зашел в преисподние места И осветил сияние божества И там теперь нету тьмы И он вывел Спасибо за просмотр! Аллилуйя